Время, события, люди, города, дороги, сети, мнения, рынки, информация, портал финверсия, финансовая версия происходящего. Итак, Михаил, мы хотели поговорить о криптовалютах, хотя я понимаю, что опасно. Как правило, записи выходят через неделю в эфире, все может измениться. Вот с учетом такой волатильности, что буквально через неделю может быть все иначе, что вы сегодня скажете, как повлиял вообще на рынок вот эта полуторамесячная история падения криптовалют и, на ваш взгляд, куда это идет? Очень сложно сказать, особенно, что будет через неделю, потому что никто не думал, что он, в принципе, просядет ниже, там, 12, 10, 9, 8, вот сейчас уже 7. Достаточно посмотреть на график, чтобы понять, что это тренд вниз абсолютно, без каких-либо признаков разворота. Как бы это ни грустно было признавать, особенно мне, который покупал биткоин, надеясь на рост. Слишком сильный новостной фон. Это там Индия, Китай, Япония, Южная Корея. И вот в Америке разбирается стезос. То есть все, все очень плохо, не видно вообще ничего. Вы имеете в виду под новостным фоном вот китайский недавно запрет, да, вот письмо Сека о том, что будет с сомнением относиться к фондам, которые вкладываются к криптовалютам. Да, ну, конечно, мне кажется, что еще очень сильную роль играет и вот опасение, что вот USDT бесконтрольно выпускается, да, то есть это инструмент, который используют многие биржи вместо реального доллара. То есть есть подозрение, что этот инструмент выпускается без какой-то там, без какого-то контроля и как раз-таки вот просто есть взаимосвязь. То есть просто воздух, да? Да, выпускается это искусственное USDT и происходит всплеск на биткоине. Проблема-то в том, что раньше, когда биткоин падал, выпускались USDT, биткоин отскакивал, но сейчас он перестал вообще в принципе как-то реагировать, хотя выпустили больше, чем половину. Ну вот по моим ощущениям, что это мы с криптовалютами наблюдаем тот случай, когда психологические факторы стали важнее объективных факторов, да? Я думаю, в принципе, криптовалюта это полностью психологическая история абсолютно, то есть фундаментала как такового нет. Ну то есть американские компании, ну любые компании, выпускают отчеты, можно посмотреть, можно почитать, там что ФРС скажет. Ну а что можно сделать с криптовалютами? Просто надеяться, что они захватят мир, наверное, и все. А скажите, вот а как вы относитесь к версиям, которые часто звучат? Первое, что биткоин как первого проходится в тупиковый путь, что альткоины в конечном счете победят. И второе, что все остальные криптовалюты, я недавно услышал эту версию в трейдерских кругах, привязаны к биткоину, поэтому как бы некорректно пытаться, ну вот, например, выбрать в семействе криптовалют нечто более-менее успешное, потому что все равно завязка будет на биткоин. Если что-то плохое выходит по биткоину, как правило, за очень редким исключением, все криптовалюты лисят вниз. Ну вот эфир, он держался, ну вот сейчас тоже как-то себя неуютно чувствует. В принципе, да, биткоин устарел. Ну то есть это уже даже, я не думаю, что кто-то верит, что биткоин может использоваться как такой хороший платежный средств на большие комиссии, все долго. Сейчас выходит более интересная криптовалюта, но и у биткоина эта функция именно как индекс, как такая, не знаю, инвестиционный актив привлекательный. Да, и все, то есть не думаю, что какая-то криптовалюта именно займет вот место такого индикатора доверия, наверное, да, ко всей индустрии. То есть, ну, лайткоин, он вообще не конкурент, да, они изначально были созданы для того, чтобы как-то помогать биткоину, дополнять его биткоин кэш. Это достаточно смешно, навряд ли он как-то заменит биткоин, но все остальные слишком незначисленные, маленькие. А вот всегда говорилось, что у Рипла есть, ну, некий более, больший технологический потенциал, поэтому с ними начали работать в порядке эксперимент какие-то японские, корейские банки. Это действительно так? Ну, Рипл сложно назвать вообще криптовалютой как таковой, да, то есть это платформа такая, которая используется банками для обмена средств. То есть, это такой бизнес, а то, что вот есть внутренняя валюта своя, на нее хлеба не купишь, то есть, ну, она чисто внутренняя, как инструмент. То есть, ну, как эфир, то есть, вы не придете с эфиром там в магазин что-нибудь покупать, столько биткоина, лайткоин, там, дэш может быть. То есть, Рипл, в принципе, неплохая история с точки зрения бизнеса, но сообщество не любит вообще Рипл достаточно сильно, потому что это такая банковская история и потому что нет децентрализованной абсолютно. Ну, и тогда в перспективах 2018 года, раз вы уверены, что взаимосвязь всех валют с биткоином сохранится и все зависит от биткоина, каковы перспективы к биткоинам? Очень сложно что-то предсказывать абсолютно, потому что абсолютно непонятно, что произойдет даже вот сегодня, завтра. Но, в целом, большинство людей верят в то, что... Ну, вы сами, например, держите позицию? Я держу, ну, потому что я уже не вижу смысл ее закрывать как-то. Ну, упадет он еще на пару тысяч, ну, что уж. Я уже и так нормально, так по биткоину сижу в просадке, да, в принципе, по другим валютам. То есть, сейчас не зафиксировать как-то не хочется, эти убытки. А как вы думаете, вот на трейдерах, как это скажется, на том же и Тора, ну, как бы, ярко выражены там три категории людей, да? Есть чистые фондовики, вот я, например, криптовалютами принципиально не работаю. Есть фондовики, которые в прошлом году увлеклись криптовалютами, ну, потому что жадность влечет к инструменту, который способен потенциально дать такую прибыльность. И есть чисто люди, которые пришли торговать криптовалютами, зачастую очень неопытные люди, вот на неком мифе, да, на неком, как теперь говорят, хайпе. А как вы думаете, вот, и как бы посоветовали, что делать этим трейдерам? Очень многие, кстати, я знаю из моих знакомых, вот как вы, говорят, окей, я буду держать позицию до последнего, потому что уже нет смысла. Ну, каждому можно дать, на самом деле, отдельный совет, то есть, во-первых, действительно очень большое количество новичков, то есть, когда я еще в прошлом году, где-то в ноябре, раньше писал, что биткоин растет слишком быстро, 100% будет коррекция, он не может быть такого, чтобы в два раза, вот, этот инструмент, который стоит 10 тысяч, он вырастал в два раза, до 20 так быстро. Ну, в целом, я очень читал много плохих комментариев в свой адрес, в том числе, да, что я ничего не верю, все, да, биткоин сейчас всех захватят, но, тем не менее, да, главное просто понимать, что биткоин – это обычный актив, то есть, особенно после того, как запустили фьючерсы, ну, то есть, ну, понятно, что есть много мифов, что, там, Wall Street принципиально будет топить биткоин, еще что-то в этом, ну, и набраться терпения, пожалуй, если они до сих пор досидели, ну, просто, как я, отключить новости, насколько это, в принципе, возможно, вот именно криптовалютно, разумеется. Вот, если говорить на уровне криптовалютах, на уровне трейдинга, как о биржевом товаре, какие бы вы сейчас дали советы? Ну, сразу оговорюсь, вот меня лично пугала, ну, например, та же компания E-Torrent довольно низко в категории оценки рисков оценивала операции с криптовалютами, плеча там нет, поэтому вроде как низко, но сама природа криптовалют такова, что, по идее, эти риски надо бы оценивать психологически намного выше, чем, может быть, трейдеры привыкли. И вот какие правила безопасности вы считаете важны, если люди не окончательно просели, не окончательно разочаровались и все-таки намерены бороться и попытаться продолжать работать с криптовалютой? Ну, стратегия абсолютно простая, невероятно простая, но, тем не менее, она очень хорошо себя показала в прошлом году. Абсолютно максимум, ждете 100% произойдет коррекция, 20-30%, не знаю, там, на 10% в своего портфеля прикупили биткоин, к примеру. Ну, пошло еще ниже на 10-15%, прокупили еще это на 10%. Ну, то есть, обычно я так, конечно, не советую поступать на традиционных рынках, но, в принципе, в рамках биткоина это работало. По крайней мере, в логике прошлого года это все отрастало. Я думаю, в принципе, к концу, не знаю, третьего квартала, я думаю, мы дойдем до 22-х, где-то, варентировочно 1000. Но, опять же, если кто-то хочет прям хорошо заработать, прям как раньше хорошо зарабатывали, в 2017 году на криптовалюте, лучше выбрать другие инструменты. То есть, биткоин уже одомашнили, там, и фьючерсы, и разные бумаги, то есть, ну, все, он уже, на мой взгляд, он не будет стоить, там, 500 тысяч через, там, 10 лет, это уже слишком. Социальная сеть «Арена Финверсия.ру» не требует от пользователей регистрации, создания профиля, запоминания пароля и тому подобного. Зарегистрироваться в соцсети можно не только классическим способом – через почту, но и в одно касание – через социальные сети Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Google. Любой пост в социальной сети в одну кнопку дублируется на той социальной сети, которой пользуется автор. Однако, в сети «Арена Финверсия.ру» посты могут быть как публичными, так и приватными. Кроме того, пользователь, если он этого желает, может выступать здесь не только под своим именем, но и под псевдонимом. Особый интерес социальная сеть «Арена Финверсия.ру» может представлять для практикующих трейдеров биржевого и форекс-рынка. Каждый пост может оснащаться временем прогноза, графиком торгового инструмента. Предусмотрена опция «Следование за прогнозом». Кроме того, начинающие трейдеры и интересующиеся финансовым рынком могут попрактиковаться в биржевой торговле на подключенной к сети специальной учебной платформе «Финверсия Трейд Демо». Один маленький такой полумиф, который возник буквально вот в эти дни. Я, как классический фондовик, который предупреждал, что криптовалюта опасна, не то, что злорадствовал, но мог довольно потирать руки, что видите, ребята, что произошло. Но в этот момент по классическим фондовикам ударило жесточайшее падение биржевых индексов, ну и бумаг, естественно, входящих в эти индексы вообще на рынке. Причем падение тоже, как с криптовалютами говорили, что не может продолжаться. Такой рост была вечно тема, что не может такой бывший тренд. Это вот медвежий рано или поздно произойдет коррекция. Но слово «коррекция» к тому, что произошло, не подходит, а то, которое подходит, мы в телевидении использовать не можем. Вот. И вдруг, или это только уже берещится, вдруг возникло ощущение какой-то корреляции между движением классического фондового рынка и движением криптовалют буквально в первые дни февраля. Ну, определенный заимферс, я думаю, присутствует. То есть, биткоин, есть статистика, что, да, некоторые фонды, разумеется, это не такая массовая история, но некоторые фонды, да, начали работать с биткоином. Ну, а биткоин, опять же, да, мы уже это обсуждали, это высокорискованный актив, такой венчурный, грубо говоря, капитал. Если все идет плохо, то инвесторы первым делом забирают, закрывают ускорить рискованные сделки. То есть, да, вот те же самые валюты, развивающиеся стран пострадали, да, вот. Вот, в принципе, американские акции, да, по сравнению с биткоином, они, кажется, таким гарантом стабильности, но тем не менее, они тоже такие достаточно рискованные. Так что, да, я думаю, те, у которых были вложения по биткоин, вполне возможно, могли закрыть, что, в принципе, да, и могу ужесточить падение. Так что, я думаю, да, это уже биткоин, это не что-то, что живет отдельно от всех. А вы торговали на классическом фондовом рынке и эволюционировали в криптотрейдере? Изначально, да, я думаю, что я эволюционировал, но, честно говоря, я вот недавно, вспоминая, как я торговал, общался с клиентами, как я торговал, в принципе, что я делал, какой ресерч я проводил перед торговлей, после торговли, сколько информации я через себя пропускал, я, честно говоря, думаю, что я скорее деградировал, нежели чем эволюционировал, потому что криптовалюта – это все-таки действительно такая эмоциональная вещь, без фундаментала. Ну, а что вас подтолкнуло? Вот вы увидели инструмент, у которого там на порядок выше потенциал прибыльности из-за этого? Что-то новое, что-то интересное, целый пласт, целое сообщество, то есть очень мне показались забавными люди, которые, вот, я думаю, кто, кто хоть как-то пытался изучить криптовалюты, читали эти забавные комментарии на форумах, там, про падение доллара, про вот это вот все ужасы расписывания, я стал интересно, что это такое, откуда такой ажиотаж, конечно, при биткоине, он уже давно знал, уже давно жилел, что его не купил там еще, да, студенчество, но захотелось разобраться, посмотрел, в принципе, пока интересно, то есть посмотрим, что будет дальше, пока, ну, что-то эта тема как-то начинает, на мой взгляд, немного угасать, какие-то все проекты, да, вот, если мы говорим про альткоина, про исеки-то, однообразные, что ли, то есть, кого-то уже просто хотят блокчейн впихнуть туда, куда он, в принципе-то, и не нужен, то есть, да, посмотрим, как будет ли какое-то развитие, да, вот, было второе поколение блокчейна, вот, эфириум, да, первое считает, что биткоин, второй эфириум, сейчас третье у нас уже, нео, там, всякие кардана, стеллеры, ну, что-то я какого-то разнообразия не вижу, вполне возможно, если будет такая же вот скукота, то, если будет вот такое движение по американским акцам, то вернусь. Мне всегда казалось, что многочисленные оси, вот тут как раз, скорее, большая часть пирамиды, чем пузырь, что ушлые, быстрые, иногда не слишком чистоплотные люди, компании, сели на эту тему, увидев успехи, там, первых ICO, и 90% этих ICO окажутся просто абсолютно дутыми. Это полнейшее такое вот днище, которое, в принципе, невозможно разобраться, то есть, это, опять же, то есть, как уже многие говорят, признак хорошего ICO, если вы прочитали, причем вы опытный человек, то есть, уже читали много таких white paper, вы прочитали и абсолютно вообще ничего не поняли. То есть, как это все будет функционировать, то есть, вообще, то есть, абсолютно ничего не поняли, прочитали второй раз, но что-то уже стало проглядываться, но все равно большая часть того, о чем вы говорите, самому остается как бы просто как загадкой. А вы сами участвуете в сего или посоветовали бы кому-то участвовать в сего? В принципе, какие-то редкие проекты, они бывают интересные, но сейчас, честно говоря, я бы, наверное, рекомендовал бы воздержаться вообще в принципе на какие-то действия. Именно из-за падения криптовалют? Да, то есть, состояние такое не особо, не особо прям располагающее к тому, чтобы проекты собирали хорошие деньги, во-первых. Опять же, могу ошибаться, но мне кажется, что особых денег там в данный момент нет. То есть, пока все холдят, говорят. Мне кажется, что в 2018 году мы увидим информацию, может, не очень громкую, о крахе многих проектов, построенных на ICO. Да вполне возможно. Большинство, я не знаю, 99 проектов, на мой взгляд, это полная ерунда, которая не нужна вообще. А вот эта ситуация, она не нанесет еще один удар, подталкивающий вниз криптовалюты? Сложность, я представлю, что еще более плохого может произойти с криптовалютой, но в принципе, чего угодно уже может случиться. Я вообще уже перестал чему-то выделяться, я думаю, что вполне возможно, мы закончим говорить, там будет вообще какая-то, вообще, я думаю, биткоин будет стоить тысячу, наверное, долларов. Посмотрим. Скажите, а из огромного, теперь уже огромного семейства криптовалют, есть вероятность, что какие-то окажутся абсолютно тупиковым, и вот обанкротятся, рухнут, вот как вы говорите, в принципе, теоретическая вероятность такая висит на дриплом, потому что он не децентрализован. А вообще вот в этом семействе есть угроза, что некоторые криптовалюты не просто вот упадут, а просто исчезнут. Ну, во-первых, разумеется, это, что первого в голову пришло, это все форки биткоина. То есть то, что сейчас китайцы, по крайней мере, до сегодняшнего дня делали, делили биткоин бесконечно, биткоин платином, биткоин голод, вообще что угодно биткоин, я думаю, ну, конечно, они никому не нужны, все это прекрасно понимают. Если говорить уже про что-то более-менее серьезное, то во вторую очередь это, конечно же, всякие непонятные SEO-проекты, которых, опять же, невероятно большое количество, то есть это как и просто, что они не выстрелят, это венчурный капитал, опять же, такие высокорискованные инвестиции, это и без блокчейна они очень редко выстреливают. Венецы просто не выдержат конкуренции разоряться, очень великое вероятное, что многих взломают, то есть тоже очень... А, то есть такие риски тоже существуют? Да, взломают там кошельки, взломают, ну, что угодно могут сделать, то есть сейчас проблема с безопасностью, это одна из... Ну, регуляция безопасности, это то, что мешает развиваться индустриям, то, что вот сейчас очень плохо влияет. А если мы вземлили какие-то прям мажоры, ну, я думаю, что навряд ли они в ближайшее время как-то сильно упадут, то есть это там такая, они, в принципе, сосуществуют без особых проблем, не думаю, что как-то вот из топ-5-10 именно криптовалют они как-то исчезнут. Если бы вас так, при самой, так примитивно сказали, скажите что-нибудь хорошее, что вы видите в обозримом будущем на 18-й год по индустрии криптовалют, то что бы вы на первое место поставили? Единственным, на мой взгляд, прям таким позитивным моментом, который мы можем назвать, это то, что сообщество, которое уже там не первый год инвестирует, держит эти криптовалюты, криптовалюта, но, в принципе, как раньше относилось ко всему этому, так и сейчас. Для них и сейчас любое по-техни – это замечательная возможность прокупить еще больше криптовалюты. То есть поддержка идет? То есть мне кажется, что прямо в пол мы этого не видим только за счет того, что действительно люди поддерживают, то есть из каких-то идейных соображений финансовых. То есть я был на некоторых криптоконференциях, пообщался реально с такими долгосрочными людьми, которые давно в этой сфере, они прям верят искренне мне. Я так и не пытался какой-то фальш найти, мне они действительно искренне во все это дело верят. Я думаю, пожалуй, это, наверное, единственное, что позволит как-то задержать падение. Ну и, возможно, когда вся эта буря информационная прекратится, возможно, как китайцы найдут какие-то там обходы, как обойти в свой firewall, опять начнет этим пользоваться, опять пользователи, опять пресса напишут про все это, что биткоин начал опять расти, все вспомнят, что он стоил 20, сейчас уже 10, пора бы, наверное, и купить уже, наверное, жалели, что не купили. И, в принципе, думаю, что, да, это, наверное, фан-база, это и основное, что сейчас поддержит биткоин и будет поддерживать. — Насколько, на ваш взгляд, традиционный инструментарий технического анализа применим к криптовалютам? — Сейчас просто замечательно. То есть инфраструктура, она достаточно развита плохо. То есть сейчас, грубо говоря, прочитай там какую-нибудь, не знаю, малую энциклопедию трейдера, ну, достаточно популярную, да, в принципе, не самую плохую книжку. Можно вполне найти там очень большое количество фигур, которые еще и отыгрываются при этом, но мало игроков, там все это как-то плохо развито, каких-то алгоритмов пока таких серьезных нет. Ну, то есть пока все это можно использовать. То есть вот, если вот вы только начинаете, да, если куда-то вот только начинает торговать, он, в принципе, может начать, опять же, с криптовалют, потому что там вот все можно начать. То есть, да, когда подрастете, можно уже переходить куда-то в более такие взрослые инструменты. Опять же, акция то же самое, да, срывые контракты, там уже будет намного сложнее.